привет друзья с вами снова марк рыбак и смена сегодня у нас выпуск фото новостей просто пришла интересная новость не могу ее пропустить компания nikon выпустила новую камеру то есть вышел релиз новой камеры с байонетом z это камера zfc чем она меня привлекла тем что камера новая но старая но у нее есть одна фишка это фотоаппарат в ретро дизайн сейчас я вам расскажу что я об этом думаю потому что конечно пощупать подержать в руках я ее еще пока не могу нет у меня такой возможности но то что я прочитал посмотрел я вам расскажу свои мысли давайте начнем и так почему я сказал что камера старая потому что собственно говоря это z50 с небольшими изменениями но это z50 в корпусе практически от старого каноничного всеми олдфагами любимого fm2 то есть видно было прям видно что по дизайну они стремились как раз вот к этой эстетики немножко отступления я обожаю fm2 сейчас я собираюсь в москве сделать курс по пленочной фотографии и я хотел его купить я его конечно себе куплю но зашел я в объявление и сейчас fm2 стоит 25 тысяч рублей я очень по этому поводу расстроился чем отличается у нас вот этот вот фотоаппарат во первых вот этой олдфажной эргономикой да там тоже можно менять выдержку диафрагму диафрагму нет потому что объективы все-таки z-ковские выдержку там и со с помощью вот этих барабанов как у fuji film конечно это очень прикольно и сам дизайн симпатичный отличие от z например я смотрел других блогеров они бомбили что там выпилили вспышку ну реально я понимаю этого человека он просто никогда в жизни не держал fm2 в руках то есть там дизайн не предполагает того что там была встроенная вспышка но невозможное туда вкорячь даже при всем желании тем более что я считаю что встроенная вспышкой ну все на 50 процентов людей и они пользуются так что можно было от этого избавиться другой момент интересный для никона это впервые они сделали поворотный экранчик во всех плоскостях это очень круто то есть даже ради этого можно в принципе камеру приобрести ну и конечно конечно же даже все вот это обсуждать как-то не очень есть смысл потому что понятно что фотоаппарат для ностальгирующих людей то есть вряд ли ее будут покупать ну либо какие-то хипстеры молодые либо ее все-таки будут покупать люди которым там вот уже там за 40 за 50 которые действительно сталкивались снимали на пленку на fm2 и хотят вот вернуть это ощущение но уже снимать на цифру как я понял в камере будут какие-то пленочные пресеты что тоже весьма неплохо это камера с крупфактором то есть это не полноматричный фотоаппарат там крупфактор 1.5 то есть матрица ap sc поэтому в общем-то на z50 она и похожа также с фотоаппаратом выпустили два объектива это кстати был тоже мой вопрос типа ну z-boy нет объективы на него выглядят как-то так футуристично то есть два объектива выпустили которые сделаны именно под ретро то есть один объектив это 28 миллиметров не помню светосилу а второй вот 1650 но они вот сделаны под под ретро дизайн и выглядят с этим фотоаппаратом как бы органично хотя все равно там куча z-объективов которые будут выглядеть с ним ну довольно ну как бы да нормально будут выглядеть так что не могу сказать что кому-то советую ждать там этот фотоаппарат или там думать его купить но в принципе это интересное интересное решение вот там один блогер сказал я бы себе его не взял потому что я за нововведение за какие-то новые решения а я бы например взял ну просто конечно он там стоит 1000 долларов просто так тысячи долларов у меня нету потратить но для каких бы целей я например его себе взял для того чтобы тестить кропнутую оптику вот этой z-системы я бы в принципе с удовольствием купил себе именно этот фотоаппарат то есть когда придет вопрос о том что я хочу себе как блогер фотоаппараты всех систем ну потому что чтобы объективы тестить было удобно то я наверное смотрю именно эту камеру и более она тогда стоит будет возможно дешевле вообще у никона был уже такой фотоаппарат назывался он по моему fd если я не ошибаюсь это была зеркалка зеркалка на базе то ли 4 то ли 5 на базе флагмана но там тоже было очень странное решение по моему мнению они как бы сделали ретро фотоаппарат в ретро корпусе таком и решили что ну и видеосъемку туда вообще втыкать не надо то есть он умеет только фотографировать а видео там нет я считаю что это решение странное здесь слава богу все с видеосъемкой в порядке здесь 4k в 30 fps или в 25 ну со всей площади сенсора full hd 120 fps единственное что хотелось бы конечно если бы туда внедрили внутрикамерную стабилизацию то это от z50 был бы скачок жалко что этого не произошло вот такие вот мои мнения по поводу этой камеры в принципе они у меня положительные но не думаю что это как-то очень сильно поможет компании ником в плане в коммерческом смысле у них сейчас в коммерческом смысле не все так уж и прекрасно вот а сегодня с вами был марк рыбак в описании все мои контакты можете заказать мои услуги они там описаны можете заказать консультацию съемку фото тур можете купить мой учебник фотография для начинающих или приобрести наш мерч обязательно подпишитесь на канал все актуальные новости по фото я мониторю какие-то здесь удовольствием озвучиваю так что будет интересно до свидания